День добрый, с вами Смирнова Ирина. Давайте сейчас мы попробуем установить и заполнить плагин PagePill с ссылками и посмотреть как это будет выглядеть. Итак, мы уже нашли этот плагин в библиотеке WordPress. Как это сделать, я показала на скриншотах. Теперь мы кликаем сюда установить. Соглашаемся и проходит установка плагина. Вот сейчас нам сказали, что плагин установлен, его надо только активировать. Активировали. Теперь наша задача следующая. Нам нужно с вами зайти в параметры и найти наш плагин. Вот он, PagePill Options. Вот здесь уже разработчиками плагина вставлены определенные ссылки. Это маленькая картинка, которая уже загружена на папку VP-контент моего блога. Она загружена уже плагином. Эта картинка, если вы посмотрите ее, я не буду сейчас на это отвлекаться, это картинка рекламы этого плагина. Разработчики плагина хотели бы, чтобы вы оставили комментарий. Но сейчас у нас практически еще не загружен этот плагин. Наша задача сейчас установить вот здесь вот определенные картинки. Те картинки, которые хотели мы установить. Если у вас есть возможность создать картинок и прогнать эти картинки через какой-либо ресурс, например, ресурс акушерствия, получить ссылку на эти картинки, то вы просто эти картинки вставляете здесь. Мы сейчас сделаем с вами иначе. Мы загрузим в библиотеку файлов, созданные уже картинки. Итак, давайте посмотрим, что мы здесь будем загружать. В библиотеку файлов нам нужно добавить новый файл. Кликаю вот сюда добавить. У меня появляется обзор. Я выхожу в этом обзоре на рабочий стол. Именно на рабочем столе я сохранила эти картинки. И на рабочем столе вот я ищу первую картинку. Назвала эти картинки PagePill. Вот они. PagePill. Итак, первая картинка. Вот она. Размером 75 на 75. Я ее открываю здесь, пишу загрузить. Вот она у меня загрузилась. Добавляю еще одну картинку. Большую картинку на размером 500 на 500 пикселей. Вот она эта картинка. Загрузить. Вот прошла загрузка большой картинки. Теперь наша задача следующая. Нам нужно изменить эту картинку. Вот здесь при изменении или редактировании картинки нам, собственно говоря, не важно ее менять. Нам важно получить ссылку вот на этот файл. Вот здесь у вас появляется вот эта вот ссылочка. Вы ее копируете, эту ссылку и заносите в блокнотик. Вот эта ссылочка у вас будет размером 50 на 50. Следующее. Выхожу обратно в библиотеку и захожу вот на эту картинку. Изменить. Это большая картинка уже у нас, да. Выделяю вот эту ссылочку опять, копирую ее и заношу ее в блокнотик. Вот здесь у меня получилось. Первая ссылка это ссылка на тот курс, который я буду предлагать. Вторая вот эта ссылка это ссылка на маленькую картинку. И третья ссылка это ссылка на большую картинку. Что я теперь делаю? Теперь я захожу опять в плагин PagePill и вставляю сюда необходимые картинки. Первая это ссылка на курс. Значит вот здесь вот видите вот это здесь мы вставляем тот самый URL, который собственно говоря необходим нам для того, чтобы человек кликнувший по картинке перешел именно на эту страничку. Берем вторую ссылочку. Вот она вторая ссылка. И заходим вот сюда. Удаляем полностью эту ссылку. Эта ссылка у нас на маленькую картинку 75 на 75. И теперь нам осталось загрузить только большую картинку. Вот она, большая картинка. Все. Что мне осталось сделать? Это нажать вот на эту клавишу. Обновить опции. После обновления опции я выхожу на блок. И вижу здесь маленькую, маленький отгибающийся уголок. У меня открыта консоль. Естественно здесь будет у меня эта консоль видна. Но у людей, которые только откроют ваш блок, у них этой консоли не будет. А будет вот такая вот маленькая картинка выглядывать из-за уголка. И любопытный посетитель, конечно, захочет на эту картинку нажать. Как только он подводит сюда курсор, открывается вот эта вот большая картинка. И здесь мы кликаем и выходим на страничку. Ту страничку, которую мы хотели бы пригласить человека. Итак, вот это все, что необходимо сделать для создания вот такого маленького отгибающегося уголка посредством плагина PHP. С вами была Смирнова Ирина. Всего доброго. До следующих встреч.